Приветствую вас, давайте поисследуем то, что вы написали. Итак, доброго времени суток пишите вы, я стал абсолютно закрытым миру. Значит, вы пишите, что стало. Если вы пишите, что стало, значит, это произошло в результате каких-то событий. Я так полагаю. Если это произошло в результате каких-то событий, значит, было бы неплохо узнать, что конкретно это за события. Что они из себя эти события представляют, в результате чего эти события произошли. Вот. И так далее. То есть, чего вообще говоря все началось. Вам вот Марина Голикова, а моя коллега совершенно правильно сказала, что варианты здесь какие. Что может быть для вас это нормальная история. Что вы, значит, ну, что вы вот с такого склада характера человека. Ну, может же быть такое. Устал, да? Вот. Причем, что интересно, вы никак не описываете свой вопрос, не формулируете его. То есть, исходя из этого, не очень понятно, по поводу чего вы хотите получить совет. Например, по поводу того, чтобы, например, с людьми научиться, научиться взаимодействовать. Или по поводу того, чтобы как-то с собой научиться общаться. То есть, это вот все такие достаточно важные моменты, на которые, мне кажется, вам необходимо найти ответ. То есть, какая у вас, грубо говоря, мотивация, мотивация вести себя, ну, иначе, по-другому. И так далее. То есть, ради чего вы хотите действовать по-другому? Чтобы что. Ведь вам, наверное, будет стоить каких-то ресурсов подобное поведение. Для вас, наверное, будет не так-то просто поменять свою позицию, свое отношение. Вот. И нужно понимать, нужно понимать, для чего вы это делаете. Нужно отдавать себе в этом отсчет. Ложь. А то, иначе, странно, странно получается ссора в этом смысле. Дальше. Ничего не вижу, не слышу, не чувствую, поглядно в себе, в своих мыслях и переживаниях. В переживаниях по поводу чего? Ну, если хочу, Анастасия, в этот гляд. То есть, давайте вот как-то более подробно рассказывать об этом, о своих чувствах, да? Что вызвало переживание? Очень похоже на все же защитный механизм ваш. Ну, на мой взгляд, это похоже. Если защитный механизм, да, то, соответственно, защита от чего имеет место быть у вас? От этого нужно поисследовать. От чего защищаетесь? Что вас напрягает? Что вызывает, собственно, голода? Вот эти вот мучительные мысли, да? Приживания, от которых вам тяжело. Вот. То есть, это очень важный момент, на мой взгляд, для вас. Дальше, вследствие чего начало терять общение и взаимопонимание с близкими людьми? Вот чтобы они там, а я здесь. Не понимаю, что с этим делать. Заранее благодаря этому совету. Разбирайте причину, цель. То есть, вы делаете то, что для вас актуально, по сути. Вот для вас актуально, ну, избегать такого общения, да? Для вас актуально прятаться в свой мир. Вот. Вы это и делаете. А какая цель? А как по-другому это цели добиться? А откуда вы узнали, что вот так можно прятаться? У кого вы научились? Ну, вот этому. А как бы можно было поступить по-другому? И вот начинать корректировать свое поведение. Чувство своей выражается адекватно. Ведь вы же закрылись не просто так, опять-таки, да? Закрываться вообще-то не естественно. Ну, релакс человека. Давайте вот как бы будем честны. Для человека не естественно закрываться. Вообще. Для человека более естественно все-таки, ну, выражать свои чувства, выражать свои эмоции, выражать это естественно, да? У него с детства идут. Если вы этого не делаете, значит, либо есть какие-то у вас патологии. Вот. Тут нужно, может быть, к врачу обратиться, к врачу-психотерапевту-психиатру. Вот. Если прям слишком серьезно, если остро. Вот. Если же вы можете при желании коннектировать, но вам просто тяжело, то в таком случае это психологическая проблема, а вы чего-то защищаетесь. Вот. Но я повторяю вам, я повторяю вам, что должна быть мотивация, то есть четкое понимание. Ну теряете вы общение с близкими людьми и там вот взаимопонимание с ними. И что? Дальше. То есть, ну, судя по тому, что вы вот пишете, да, судя по тому, что вы описываете, то есть, для вас это, конечно, неприятно, но вы готовы этим пожертвовать, вы готовы, как бы, принести себя, принести это в жертву, скажем так. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. В принципе. Такой момент. Вот. В принципе. Такая история. Это, это то, что я могу вам сказать. И советы, советы здесь, не советы здесь нужны. Понимаете? Здесь нужна, нужна работа. над собой. Вот. Здесь нужна именно работа со своим состоянием, с пониманием своих целей, например. Вот. Это, куда более, куда более важный момент для вас. Вот. Вот так мне, в принципе, видится ответ на ваш вопрос, который вы задаете сейчас. Ааа. Мммммммммм. Где-то. Для начала, настройки ответить себе на вопрос, ээээ, что с этим делать, чтобы что. вы описываете механизм дереализации, вот, но это не точно. Исследовать более подробно можно с психологом, да, более подробно, что можно исследовать. Ну, пока что можно сказать только так. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите, в личку буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.